Ну что, друзья, результаты посадки, результаты выращивания своими руками. Посмотрите, какие красавцы здесь у меня лежат. Не знаю, что если не буду делать. Скорее всего, заморожу. По интересному рецепту не просто порежу там на кубики, а я их обжарю на сухой сковороде, а только потом отправлю в морозильную камеру. Здесь у меня поджарка готовится на борщ. Тоже своя, ох, как паром обдалу камеру. Своя свеколка. Сейчас протру, продолжу. Вот уже, наверное, ушел пар. Вот. Своя молочная морковочка тушится. Ах, какая красота! Прям слюнки у меня текут. В общем, огород начал кормить. Вчера я также жарила кабачки. Сверху с майонезом, с лучком зеленым, майонез с чесноком. Здесь вот есть и цукини, вы видите, и обычный кабачок. С дочерью мы вчера так с аппетитом поели. Там картошечка молодая наша в остатке. Тоже с лучком, с укропчиком. Друзья, это невозможно передать. Так, чайничек у меня закипает. Это просто вкуснятина. Это не сравнить с магазинными овощами. Кабачки жарятся очень-очень быстро. Я даже сначала не поняла. Жарю, жарю. Смотри, они у меня прям развалились. В магазинные я намного дольше жарю. Они прям такие, тугие. А эти прям чуть-чуть, молоденькие, только что с грядки. Так что вот сейчас буду готовить борщик. Можно сказать, уже картошечка своя, секолка своя. Лучок сейчас свой пойду вырву. Чесночок тоже молоденький вырву. В общем, останется только бульон. Курица на бульон, которая варилась. И всё, остальное уже получается всё своё. Вот вам прелести частного дома. Вот вам прелести своего огорода, своих овощей, фруктов. Да и вообще свежего воздуха. Вчера увидела на ютубе очень классный рецепт с кабачков. Пошли кабачки у нас в огороде. Конечно, когда их будет больше, буду их консервировать, что-то с них сделать. Делать икру, может быть, мариновать, ещё что-то. Ну, а пока было 4 штучки, я решила какое-то изысканное блюдо приготовить. Нашла рецепт. Готовил мужчина-турок. Я ничего не хочу сказать, что он там плохо готовил. Почитала комментарии. Вроде бы у всех всё получилось. Но не у меня. Короче, нужно было порезать кабачки вот так вот тонкими полосками. И приготовить кляр. Кляр там специи, куркума, паприка, мука, яйцо, минеральная вода. В общем, всё это потом опустить вот эти кабачки в кляр и жарить. Короче, ничего у меня не получилось. Всё я вымыла потом. Этот кляр выкинула. Хорошо, что есть вот такой вот смеситель на кухне, который рассеивает воду. И всё я это дело вымыла. Кстати, слила масло, потому что для кляра много масла. Потом я это масло через сито вылила вот в банку, но не выливать же полбутылки растительного масла. И выкинула этот кляр. Отмыла кабачки. А сегодня утром взяла и просто их пожарила. Они хорошо промариновались в этом кляре. Ой, вот так вот мне нравится очень. Можно сюда добавить сверху зелёного лучка. Может быть, какой-то майонезный соус. Может быть, сыр потереть. И это будет вкуснятина. Короче, у меня не получилось. Вот здесь приготовила я. У меня нет бумажных полотенец, надо купить. Но это чистая туалетная бумага, чтобы выложить масло впитало. А может быть, я не буду выкладывать. Очень смотрится сейчас всё аппетитно. Так что, те, кто кушают, всем приятного аппетита! В общем, пойду посмотрю, что там в огороде. Может быть, ещё наросло что-то. Вчера я и огурчики вырывала, и кабачки готовы были подрасти. Может быть, уже сейчас всё уже и можно сорвать. Огород радует. В общем, пошла в огород. Друзья, посмотрите, что у нас здесь происходит. Сейчас, наверное, ливанёт. Всё почернело. Вон ветер поднялся. Пришёл и к нам долгожданный дождь. Конечно, дождь нужен, но что-то очень страшно. Что сейчас будет? Не дай бог, град. Я пошла, укрыла огурцы, как могла. Те, что возле стены каменной. Думаю, если будет град, то, может быть, хоть как-то эта сетка сдетонирует, и, может быть, это останутся целые. Сейчас покажу вам со всех окон. Ну, что-то страшное. Такие зловещие тучи. Сейчас ливанёт. Анечка прибежала ко мне перед работой. Говорит, мам, у тебя есть дождик? Ой, есть зонтик? Я говорю, да, Ань, дам, конечно. Я думала, я, говорит, к тебе не дойду. У-у-у. Ветер. Видите, как... Ой, как бы бури не было. Деревья гнутся. Сейчас пойдёт дождь. Друзья, посмотрите, какой ветер поднялся. Картошку трепает. Вон, сливку нашу трепает. Вообще, смотрите, что творится. Хоть бы града не было. Ой, вот так растишь-растишь. Заботишься об этих растениях с марта месяца. И в один день всё может закончиться. Я вот думаю, пойти, что ли, перец укрыть, пока это время есть. Вроде дождь не пошёл. Града боюсь. Наверное, побегу я, укрою перец. Сбегала, друзья, я накрыла сеткой перец. Боялась, что град будет. Ну, походу... Походу, просто ровненький дождик. Ну, по крайней мере, сейчас. Молния иногда сверкает. Вот. Так что, дождались и мы дождика. Заодно покажу вам, какой у меня здесь укроп вырос молоденький. Я его сажала вот уже, наверное, в июне. Ух, молния! Вот такой там растёт. Ой, через сетку плохо видно. Хрен. Вот. Дождь вроде как до трёх часов. Ну, ладно, посмотрим. Вот такие лилии у меня под окном расцвели. Ну, честно, я вот такие именно не люблю. Я люблю другие лилии. Вон по асфальту. Смотрите, какие капли. Наконец-то. Наконец-то польёт картошку. Да и всё польёт. И деревьям нужно водичка всему. Ну, наконец-то прольёт. Эта штура у меня так отсвечивает. вот, долгожданный дождик. Так тарахтит по подоконнику. Я не знаю, слышно вам или нет. Ну, что, вылезаем, да? Мышка уже пытается вылезти. Всё. Вот они все. Ну-ка, покажите, как вы вылезаете. Ну-ка, Мышка, Беляшик. Маруся, туда не надо. Не надо туда лазить. Не надо. Смотрите, что с ней происходит? Ты в экстазе, что твои котята растут и уже чему-то учатся, да? Что такое, Маруся? Что такое, Маруська? Маруська. Вот, сейчас уже вылезет. Сейчас мышка вылезет. Да-да-да. Ну, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Вот, сейчас Маруська ей поможет. Давай, помогай ей, Маруся. Давай, давай, помогай. Улеглась. 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 Маруська. Вот, ещё и третий. Ещё Бимка прилез. Да? Ну-ка, давайте. Ах, как хочется вылезти. Как хочется вылезти, да? Маруся, покажи, как ты их вытаскиваешь. Убираться с ней. Я вчера Маруся даже отругала. У неё вот такие игры в экстазе или, не знаю, в радости. Она стала кусать этого Бимку. Ну, в порыве игры. Я говорю, Марусь, ты что, сдурела, отругала её? Ну, давай, вылезайте. Вот, вот, вот. Вот, вот, вот. Марусь, ты играешься с ними, да? Играешься. Налила ей молочка. Вчера дала мясо вечером. Сегодня утром прихожу, косточки уже остались. Раньше она и кости съедала, а сейчас всё. Мясо съела, косточки оставила. Куда, куда? Маруська. Маруська. Ну, что ты, радуешься, да? Радуешься. Ой, радуешься. Ой, как радуешься. Ты тоже играться хочешь? Ну, ты ещё молоденькая кошечка. Конечно, играться хочется. Играться хочется. Ой, играться хочется. Так, ну, кто же из вас вылезет? Вот. Мышка в тот угол пошла. А эти здесь пытаются. Ну, давайте. Давайте. Значит, Димка сел внизу, чтобы этот на него встал и вылез. Ну, давайте. Давайте, пробуйте. Давай, Беляшик. Давай. Никак не получается. Надо ещё немножко подрасти, да? Подрасти немножко надо. Надо мне корм отсюда переставить куда-нибудь. А то будут вылезать и могут упасть у него. Ну, Димка. Нет, это Беляшик. 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 Да, вылезти хочется. Вылезти хочется. Помогла я им вылезти. Что, Маруся? Беляшик пошёл в водичку нюхает. Может, попьёт. А, пить пытается. Маруська. Ты играться. Она ещё маленькая. Вырастет немножко. Потом будете играться. Беляшик, ты что там делаешь? Ты водички хочешь попить? Мышка молочка захотела мамочке на воду, да? Ой, тихо. Маруська. Маруся. Так, мои тапки изучают, да? Беляшик. Бимка. Котики вообще очень крупные. Подписывайтесь на наш канал. Так, опять Беляш пошел к водичке, лопает, надо же. Ну, пьешь водичку, Беляшик, ты мои сладкие, ты мой сладкий, водичку пьешь, да, скоро они кушать начнут, да, Беляшик так уже мясо жевал. Теперь мышка пришла водичку попить, да, мышка самая маленькая, но она девочка. Интересно им ходить, уже скучно в коробке. Ну, ходите, ходите. Теперь мне нужно очень аккуратно открывать дверь. Какая прелесть, мамочка рядом, захотел покушать, все рядом, да, Беляшик. А Бим возле моих ног трется. Он такой сам по себе, как-то Беляшик и мышка вдвоем, и этот какой-то такой интровер, да. Иди, мой сладкий, иди. У тебя прям елочка какая-то на спине. Ну, что, что, Беляшик, ты тоже ко мне пришел, да? Мурчит, я его глажу, он мурчит. Ти, мой сладкий. Сегодня я им уже и не протирала глазки, все хорошо. Вот. Какая же мышка маленькая по сравнению с котами. Вот такое у нас хозяйство. Да? Чем вы занимаетесь? Я занимаюсь скотом. Пришли, посмотрели, что же там за скот. У меня, говорит, своя лавка, и я занимаюсь скотом. Пришли в избу. Стоит лавка. Он учит кота прыгать через нее. А так и я. Я занимаюсь скотом. У меня своя лавка. Ха-ха-ха. 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 Ай. Вот. Присосался. Ладно, пойду делами заниматься. Я там кое-что уже сделала. Надоел мне мой диван. Переделала его немножко. Покрывала новое. Сейчас вам покажу. Вот такой сейчас диван на кухне. Скатерть перекочевала сюда. Вот. Просто матрас обернула. Матрас из дивана, естественно, обернула вот в эту штору. Положила скатерть. Вот. Коты бегают. Так. На мой взгляд, сейчас вот эта коричневая штора, которая раньше была шторой, очень хорошо смотрится на контрасте с белой стеной. Кирпичики, да и скатерть на контрасте тоже смотрится. Все что-то сочетаются. Так. Теперь ты, Кузьма, обижаешь Пусю? Да шо ж вы все Пусю-то обижаете, а? Кузьма, сейчас получишь. А из этой шторы я буду шить наволочки. В общем, вот такой комплект. Друзья, а теперь проверенный рецепт. Решила сделать сладкие кабачковые оладьи. Кабачки пошли со страшной силой. Вот еще один. И буду собирать, буду что-то с ними делать, консервировать в зиму. Итак, что у меня здесь для теста, для оладьей? Все очень просто. Два кабачка, вот таких вот больших, как я вам показала. Где-то вот такие у меня были. Один обычный, второй цукини. Три яйца. Чайная ложка соли. Пол чайной ложки соды. Можно даже чайную ложку соды. Три столовые ложки сахара, но я положила больше. И добавляем муку, чтобы, ну, вот такое тесто было. Вот, не редкое, но и не слишком густое. Все. Разогреваем сковороду до средней температуры, чтобы не горели оладушки наши. И вот жарим на медленном огне. Все. Со сметанкой. Ммм, будет очень вкусно. Так что этот рецепт проверенный. Вот, на самом минимуме я жарю. Вот сейчас еще буквально минутку еще поджарится та сторона. Здесь у меня бумага, чтобы лишнее масло впиталось. и будем кушать. Ну, и покажу теперь, как преобразилась наша кухня. Вот такой чехол. Сейчас это просто завернутый матрас в штору. Вот такая сидушка у меня появилась. Значит, что здесь? Покупала в фикс прайсе такие две тонкие сидушки мохнатые. Но не понравились. На них все цепляется. Я даже всю эту мохнатость собрала вовнутрь. Сшила эти две сидушки вот вручную. И пошила вот такую наволочку со шторм. Этот гибкий шнур есть на канале. Из джута сделала вот такие завязки. Также пошила вот такую, я не знаю, как это, накидка, не накидка на стол. Все вы помните, каким этот стул был. Есть на канале. Это стул здесь был в этом доме. Весь ржавый. С облезлом дермантином. И я сначала его просто обтянула сверху кусочком поласа, наверное, что ли так. А сегодня, чтобы был комплект, вот так вот квадратик вырезала из этой шторы. И вот так вот вручную на уголках просто ниткой зашила. Получился вот такой стульчик, который гармонирует теперь и с этой сидушкой, но и с этим диванчиком. Вот так вот сейчас смотрится наша кухня. Ну и наконец-то дошли руки у меня до наволочек. Убрала я розовый цвет. Он сюда совершенно не подходит. И пошила вот такие наволочки. Обратите внимание, что не сбоку, а по центру вот эта щель для того, чтобы туда запихнуть подушку. Так очень удобно, ничего не выпирает. Вот такие две подушечки. Останется связать еще вот такую подушечку. И уже тогда будет замечательно все осмотреться. Вот так сейчас смотрится наш дом. Одно окно я прикрыла. Очень солнышко печет. Вчера был ливень. Страшный ливень. Я не знаю, я в это видео вам вставила или может быть отдельно сниму. Ну, наконец-то мы дождались дождика. Все пролило и по-моему даже ночью тоже шел дождик. Пойду оладушки переворачивать. Друзья, сейчас попробовала. Это просто вкуснятина. Вот так вот выглядят они на разрезе. В общем, рекомендую. Очень-очень вкусно. Сейчас достану домашнюю сметану и буду кушать со сметаной. Я смотрю для шел до состояки угля из 4 generа «Обий 48.20».